В Мариуполе сегодня теракт и убийство, там находится Эльвина Ситбулаева. Эля, ты в эфире, здравствуй. Расскажи, что взорвали, кто взорвал, есть ли жертвы, что тебе известно? Да, Наташа, неизвестные взорвали железнодорожный мост, это единственный железнодорожный пути к городу. Он полностью разрушен, все это произошло около двух часов ночи, недалеко от поселка Мухина. Взрыв был слышен за несколько километров, в домах потрескались потолки и повылетали стекла. С дивана подскочила, как за пружина, с такого перепуга. На этом стратегическом мосту не было охраны, правоохранители и местная власть работают в усиленном режиме. Просят местных жителей быть крайне внимательны, следить за подозрительными вещами, говорят, теракта можно было бы избежать. Была попытка еще одного террористического акта, мост на улице Заозерной. Там, к счастью, сам террористический акт не состоялся, его удалось предотвратить, но имеются жертвы, один человек погиб, один ранен. За полтора часа до взрыва мост охранники отбили нападение неизвестных людей в камуфляже на соседнем мосту. Это недалеко от завода Азовстали. Именно через этот мост к Азовстали подводят материалы в результате перестрелки. Один охранник погиб, а вот второй находится в больнице. И защитник, и освободитель Мариуполя, генерал-майор Николай Климчук, был ранен в Донецком аэропорту. Сейчас находится в Днепропетровской больнице. В начале сентября президент Порошенко наградил его орденом Богдана Хмениского 2-го степени в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины. При каких конкретно обстоятельствах он получил травму, врачи точно сказать не могут. В поздно ночью нейрохирурги закончили операцию, декомпрессию сняли. На сегодняшний день состояние генерала стабильно тяжелое. Идет на поправку. На окраинах Мариуполя было сегодня также неспокойно. Боевики дважды открывали огонь по нашим позициям в районе Чермалыка. И также военные заметили вражескую разведку. Пока это вся информация на данный момент. Наташа. Спасибо, Эля. Эльвина Сидбулаева была с нами на связи из Мариуполя.